такие вот ворота ведут нас на территорию этой военной базы туда только что заехало несколько газелей видимо там сейчас все выпиливается поэтому людей там будет немерено но тем не менее я думаю мы уже не свернем назад и сходим туда и посмотрим что от нее осталось надеюсь они еще не все там уничтожили итак ребят подошли к периметру здесь у нас двойной забор когда-то был но как бы он и сейчас тут есть но уже в таком достаточно ушатанном состоянии то есть смотрите колючая проволока такая отржавая в паутине вся между этими заборами все должно быть скошено идеально а там уже деревья которым лет 10 выросли то есть всем пофигу на этот двойной периметр уже давным-давно поэтому я думаю никакой жести тут с охраной не должно быть судя потому что они тут вообще уже забили конкретно на то чтобы что-то тут срезать и делать это место с великолепным обзором сейчас пойдем зайдем за забор и посмотрим может быть оттуда уже будет что-то видно а если идти прямо сейчас то мы наткнемся на проходную там стояла машина ходил мужик какой-то на воротах открывал металлоломщиком ребят смотрите тут светометчики видимо нашли интересное место где идет кабель так как он находится в лесу вообще на территории которую никто не охраняет они сюда пришли все это выкопали не знаю насколько давно и куда-то дальше в лес у нас уходит эта траншея вот еще остаток кабеля у нас виднеется итак ребят наконец-то мы подошли к месту где нет забора в интернете писали что есть пара пробоин и наконец-то мы обнаружили одну из них где уже можно беспрепятственно без колючей проволоки даже без бетонной плиты зайти на территорию вот смотрите кто-то ее тут выломал возможно металлоломщики когда тут раньше орудовали сделали себе такой тайный ход это находится примерно посередине периметра и судя по тому что его никто не заделывает всем явно тут уже по большей части на все наплевать в принципе территория внутри у нас особо ничем не отличается все выглядит примерно так же лес и лес ладно сейчас будем углубляться надеюсь здание мы найдем быстро такая вот площадочка возможно раньше тут стояла какая-то техника вот уже видно что-то тут сожгли обожгли деревьями уже все заросло и видим стол посвящения то есть явно рядом где-то проходит дорога у нас итак ребят первое здание мы сейчас пойдем вон к тому видно что раньше тут была дорога но все уже заросло вот трубы шли между этими радарами естественно громко я комментировать что-то не могу нужно быть максимально скрытным вот такие вот круглые здания сверху раньше стояли радар возможно сейчас на каких-то из них они еще сохранились именно их наверное срезают металлоломщики но здесь уже ничего не осталось к сожалению очень хотелось бы посмотреть на эти радары и вот так вот они должны вряд идти по три штуки эти дома смотрите какое строение внутри то есть идет вот такое бетонное круглое кольцо вокруг него коридор и ответвление в комнаты где конечно же у нас творится уже полнейший разгром все разломано и украдено но раньше когда все это было целым я думаю здесь было немерено всякого цвета мета остатки от каких-то микросхем военные ящики какая-то бывшая кладовая начальник ОЗО вот везде вода течет просто везде все уже тут сгнило намертво полнейший дестрой надеюсь в следующих местах будет сохранность получше итак ребята остались какие-то плакаты вот смотрите правильно накладывает заземление видимо какие-то плакаты по технике безопасности удивительно что они все еще сохранились тут вот смотрите тут лежит инструкция видимо всяческая документация к этим установкам которые тут раньше были операционная система ОСРВ-3 кто-нибудь вообще слышал такой это наверное чисто военная какая-то которая управляла слежкой за небом набор управляющих программ системы управления вводом-выводом руководство программиста то есть тут еще видимо стояли какие-то древние компьютеры все так написано прям такая советская книга рядом еще одна такая же все это уже засыпано по белкой давным-давно тут еще документы всяческие накопитель диск-драйв SM5408 год выпуска 88 схемы электрические принципиальные альбом 1 и вот тут у нас все схемы это видимо для людей предназначалось которые должны были обслуживать эти системы вот ребят смотрите тут стоит старый пузырек фанты написано по-русски вообще непонятно какого она года возможно что-то из 90-х возможно тут когда-то был установлен пульт тут сидел оператор в этой комнате и вот тут всякие кабеля для этого пульта подходили возможно в каких-то следующих местах мы найдем уже более хорошую сохранность хоть что-то может там еще осталось и я смогу вам это показать такая вот странная отделка стен то ли шумоизоляция то ли это специально вентилировалось все в любом случае данный радар у нас выпилен просто подчистую так вот они все выглядят а к сожалению все радары уже демонтированы которые стояли сверху мы немножечко сюда не успели как обычно и вот у нас даже еще осталась табличка объект 224НС сооружение 8 вот так вот оно когда-то называлось дверей уже нету и вот при входе сидел дежурный по сооружению когда-то здесь и смотрел кто заходит на объект вот тут у него кровать стояла он тут видимо и спал периодически вот такая вот железная кровать вообще выглядит жутко как с какой-то зоны тут также играли в шахматы и вот лежит книга приема сдачи дежурства даже можно почитать что тут написано дежурство по сооружению номер 5 вот его записи что он сдал смену в 2010 год то есть в 2010 тут еще находились люди и сторожили эти радары в 2010 году тут уже окончательно начали все распиливать и было все заброшено а вот тут у нас ключи когда-то висели видимо от всех этих комнат ну естественно сейчас ни одного уже нету ключа на стене у нас уцелела карта карта то ли Советского Союза то ли СНГ сложно сказать вообще каким-то чудом она только сохранилась вот такая вот книжка единая система конструкторской документации правила выполнения электрических схем лежит у нас тут а рядом вполне себе современная клавиатура также рядом у нас лежат остатки от старых мониторов электроника которые были тут установлены раньше вот на таком вот приходилось работать оператору и так ребят смотрите такая вот парта старая стоит на ней какой-то размокший журнал и лежит клавиатура видимо от какой-то то ли от советского компьютера наверное да наверное от компьютера потому что видите разъем то есть клавиатура от советского компьютера электроника она такая необычная такая странная здесь вообще непонятно куда нажимать но она все еще работает что вообще вот это за значок вызвать крестоносцев вот опять же у нас уцелевшие блокады подводные лодки эскадренные миноносцы Франции атомные многоцелевые подводные лодки Великобритании и Франции крейсеры ВМС США Франции и Италии вот такие вот образовательные блокады у нас висят в коридорах и так ребят во втором радаре у нас уцелели даже таблички на всех дверях тут например сидел начальник станции спутниковой связи сейчас конечно в этой комнате творится полнейший ковардах но тем не менее я рад что все еще хотя бы уцелели таблички а вот это вот каналы где когда-то шли тонны этих кабелей по всей территории сейчас они абсолютно все пустые то есть все эти кабеля выдраны обожжены и видимо сданы даже страшно представить сколько здесь было тонн этого добра вот ребят смотрите как эти каналы выглядят сейчас внутри то есть абсолютно все пустое четыре таких каналы рядом остатки от очередного радара и вот они по всей территории базы раньше шли металлоломщики прямо справа от нас в данный момент работают что-то новые утром то есть все цы obligатие то есть все цыганые и что-то в себе eadом это не нужно знать что-то что-то Вот такая вот машинка у нас стоит рядом с корпусом. Я сейчас в заброшенной части напоруду. Рядом у нас действующая часть, видимо, еще этого здания. Какие-то жуткие звуки на улице. В общем, жуткое место, ничего тут от военной части не осталось. Творится просто какая-то жесть. Итак, ребята, они там что-то громят, все раздолбано. Вообще опасно куда-то идти. Они где-то рядом. Прямо внутри дома сейчас что-то ломают и скидывают. Вот такие вот дела. В общем, от этой базы осталось вообще очень не густо. Вот они там сейчас что-то отбивают. Остатки металла, видимо. Мы стоим прямо в эпицентре этой адской вечеринки. Итак, ребят, внутри леса вот такие вот здания стоят. Огромные. Наверняка когда-то в них было интересно. Но, как вы слышите, сейчас там все демонтируют. Демонтируют какие-то не очень русские граждане, судя по крикам. Нам их не видно, но во внутрь мы заходить не хотим. Они все режут внутри, все ломают. Вон там звуки падающего железа внутри. Заснять я вам их, конечно же, не смогу, к сожалению. Потому что внутри военной базы тут еще все-таки есть военные. Зайти в дом и начать снимать кучу мужиков. Это как-то жутко. Но, тем не менее, здесь уже вообще нечего делать. Они тут все разгромили, все вообще. Разломали все, что только можно. И от домов, можно сказать, остались только каркасы. Поэтому никакой военной базы, хоть она формально тут и существует, на самом деле уже нету. Есть только маленький кусочек, который огородили новой колючей проволокой. Может быть, там еще будет что-то восстановлено. А вся остальная территория 80% представляет из себя какой-то полный апокалипсис, где вообще уже не на что смотреть. Вон, ребята, видите, выкидывают железо. Потом на газели подъедут все собирать будут. Едут забирать. Товарищи. Гастарбайтеры. Все, вроде проехали, можно двигаться дальше. Товарищи. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok